На этих занятиях главное научить родителей. Педагог показывает молодой маме, как играть с ребенком правильно, чтобы развивались моторика и сенсорика. Потом Анастасия все это повторит дома сама с сыном Андреем. И если понадобится, придет на консультацию еще раз. Она совершенно бесплатная. Ребенок растет, ему хочется уже чего-то нового, интересного. Иногда возникает вопрос, что не знаю, с чем с ребенком дома позаниматься. И очень хорошая возможность прийти пообщаться именно со специалистами, чтобы они подсказали какие-то даже элементарные вещи, чтобы в домашних условиях можно было заниматься с ребенком. Не обязательно вводить в какие-то центры платные. Центр «Дом семьи» в Иркутске создан специально для поддержки молодых родителей. Юристы в центре проконсультируют по поводу ипотеки или алиментов. Здесь также можно получить советы по детскому питанию, пройти курсы массажа, попасть на осмотр педиатра. Здесь мы в помощь. Поскольку мы видим с вами, что поликлиники переполнены, зачастую ни доктор, ни медицинская сестра не имеет просто времени для того, чтобы дать полноценный совет родителю. А вопросы бывают саможизненные. Почему у ребеночка болит животик у маленького? И совершенно не обязательно будет для этого идти в поликлинику. Сегодня центр посетил мэр Иркутска. Дмитрий Бердников осмотрел медицинский кабинет, игровую комнату. И пообщался с молодыми матерями. То есть вы всегда это хорошие? Да, конечно. Тут можно получить консультацию специалистов. Несмотря на то, что сейчас вроде бы есть любые информации, и в интернете, и по телевидению, но она противоречивая часто. Центр начал свою работу в марте этого года. Занятия расписаны до конца апреля. Средства на создание были выделены из городского бюджета. Почти 500 тысяч рублей на ремонт и оборудование. Еще 400 тысяч на реконструкцию фасада. Ее сделают в ближайшее время. По словам Дмитрия Бердникова, семейный центр станет хорошей поддержкой для пока еще неопытных родителей. Есть те вопросы, на которые нужно искать ответы. И нужно давать ответы молодым людям, вступающим в брак, создающим семьи. Нужно поддерживать их при рождении. Ребенку всегда возникает масса вопросов, на которые не всегда нужно сидеть или в поликлинике, или где-то специально идти в какую-то юридическую службу. А вот такие центры локально могут формулировать те проблемы, те вещи, которые волнуют молодые семьи, молодых родителей. Этот семейный центр на Советской – пилотный проект. Предполагается, что подобные организации для молодых родителей появятся во всех округах областного центра. Татьяна Веретина, Александр Барановский. Новости сейчас.